9 мая особый праздник для нашей страны. В этот день поздравления принимают единственные виновники торжества – ветераны. Глава Северского района Адам Джарим лично поздравил участников войны, тружеников, тыла, узников, концлагерей, блокадников Северского района с Днём Победы. Первыми поздравления получили ветераны Афибского городского поселения. Сегодня великий праздник нашей страны, день Великой Победы. И с нами сегодня ветераны. К сожалению, конечно, мы не можем, как всегда, отмечать на площади, чествовать наших ветеранов, но поверьте, закончится это время, мы обязательно все соберемся, еще раз отпразднуем и обнимем наших ветеранов. Таисия Ивановна, дорогая, низкий поклон вам, с праздником, с Днём Великой Победы, с Днём Победы, которую вы нам подарили. Вы подарили свободу, счастье, независимость. Ветераны не остались в долгу и с ответным словом обратились ко всем землякам. Мы победили, потому что живем в дружбе. И потому что позор сильнее страха. И вот поэтому-то, смерти не боясь, шел солдат вперед. Какой День Победы обходится без всеми любимых песен военных лет. Артисты Северского района подготовили для ветеранов концерт на импровизированной мобильной сцене. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тон цветущий и поющий яркий май. И кревемся в русском вальсе сквозь года, Помнит сердце, не забудет никогда. В День Победы почтили и память тех воинов, кому не суждено было вернуться в свои дома с полей сражений. В Станице Северской у мемориала «Вечный огонь» прошло траурно-торжественное мероприятие. Светлая память тех, кого нет сегодня с нами. Крепкого здоровья нашего ветерана. Слава советскому солдату. Слава народу-победителю. С праздником, дорогие земляки! По традиции завершилось мероприятие «Минуты молчания» и возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь». Далее поздравления получили ветераны северского, львовского, ильского, черноморского и азовского поселения. Очень тяжелая была война. Очень суровая была война. Жестокая была война. Много погибло людей. Очень большую цену наш народ заплатил за эту победу. Но мы выстояли и победили. И сейчас живем. В этот день ветеранов ожидали цветы и подарки. Но самым приятным и неожиданным для них стал личный парад. В честь каждого участника Великой Отечественной войны возле его дома промаршировала стройная колонна солдат. Празднование Дня Победы в этом году прошло в необычном формате. Но даже ситуация пандемии коронавируса не смогла испортить праздничного настроения. В 22.00 жители Северского района смогли, дистанционно не покидая своих домов, принять участие в акции свеча памяти и почтить погибших в Великой Отечественной войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова